очередная мотопрогулка на скутере едем мы в сторону судака и стоит у нас такая цель добраться до мыса меганом нет почему мы как как раз таки именно здесь едем вот цель у нас добраться до мыса меганом и заездом на мыс капчик так что вот такой вот у нас маршрут времени у нас сейчас без 10 8 без пяти ну нормально хотели выехать всем 8 тоже отлично погода замечательная так что едем я думаю первые первый пункт у нас это морское год до морского 61 км но я думаю часа за два с половиной за три то есть где-то к 11 11 за два часа за два часа никак в общем сейчас я буду короткими отрывками снимать все мы покидаем алушту и вперед промежуточный пункт это морское это примерно пол пути до движения на трассе сегодня оживленная очень много китайских грузовиков донг фэнк остаться эти русские они уже считая вернее китайские почти что русские считает так максим юрьевич решил остановку сделать до максим юрьевич да конечно внизу лежит конечно конечно точно закрыл можно мы первый чуть-чуть прострелим отлично вот проезжаем четвердак красота погодка отличная мотороллер конечно пиши час гораздо веселее чем прошлую поездку когда мы со стасом и с максимом через перевал проезжали а все оказалось просто я установила грузики коз косовские на 8 грамм были 8 и 5 с и и они мне по внешнему виду нравились больше у них порчик более плоский вот но я нашел косовские двести семьдесят девять рублей 6 у 4 4 5 5 5 долларов грубо говоря так это у нас грузовичок мы его догнали и за ним очень тепло так что если кому-то прохладно пристраивайтесь просто грузовику за ним очень тепло даст нас чувствуешь тесно куда он это везти все поехали поворот на лучистая на долину красиво это долина при приведении называется это от выветривания ветра вот так вот обточили камни вот и мы продолжаем движение дорожка конечно отличная здесь для низ для низ для неспешного передвижения на скутере здесь очень что здорово утром что солнышко тень солнышко тень то есть пока солнце еще не стало высоко даже попадаются куски нового асфальта вот просто спуск в мою в море как же прикольно на правильно правильно настроенном вариаторе ехать на гору когда он сам как только есть возможность под разогнаться он разгоняется и скидывает обороты как только он ему тяжело он тут же самый был то есть вот грузики подобраны сейчас мне кажется оптимально особенно учитывая то что я вообще тут и 3 газа не нажимаю совсем чуть-чуть красота а вот и рыболовный там вон вдали так тут что землемеры дорогу будут делать так дорогу будут делать да будут делать дорогу расширять скорее всего но она и правильно потому что пора уже так проезжаем поворот на поселок сатера написано что этот центр отдыха центр вот центр отдыха сатера вот туда я там не был ни разу в жизни мы туда еще сказать да что да дорожка на судак конечно пара рулить здесь есть где но учтите что с маленькими детьми скорее всего укачивать будет так что открывайте окна чтобы кислорода был осознать дитя по центру чтобы он на дорогу смотрел Потому что с непривычки все-таки вестибулярку может пощекотать. У ветра температура идеальная. Он и не жаркий, и не прохладный. Да, Стас, чувствуешь? Идеальная. Итак, мы въезжаем в Солнечногорское. Вот это вот пошел поворот на Генеральское и на водопад Джур-Джур. Пляжи. Ну, на пляжах уже народ, понятно. Че тут, как говорится-то? Утром самое классное время для купания. Ограничение 50. Нарушать мы его не будем. Кемпинг. Вот, смотри, Стас, как отдыхают. Итак, мы уехали из Солнечногорского и приехали в Малореченское. Сейчас вот в церковь будем проезжать. Вот тут участочек дорожки такой с реверсивным движением. Его восстанавливают. И мы по нему проедем. И выезжаем прямо к церкви. Ооо! Красота! Прямо на обрыве стоит вид. Храм святителя Николая. Так. Нам тут же еще горит. продолжение, хотя можно было и там проехать какие фонарики красиво висят, Стас, они, наверное, ночью красиво горят фонарь, а там висели о, мотоциклисты тоже так, судак 54 километра ну да, еще ехать приличненько ну, погода, как говорится располагает и снова спуск с очередного холма спуск, спуск, спуск здесь так, подъем, 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 подъем потом спуск, спуск, спуск спуск потом снова подъем, 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 подъем о, ну, уазики, это понятно это ж здесь вот красоты да, это поселок рыбачье Стас все правильно сказал мы уже здесь проезжали когда через перевал ездили ну, покажем еще раз кстати, отсюда воходит теплоходик то есть он, наверное, ходит отсюда а луж-то еще куда-то вот тут и кемпинг на пляже вон люди с отличными кемпингами кемперами караванами приезжают отдыхают место действительно отличное единственный минус как на мой взгляд конечно же то, что тени нету но в целом с хорошей кемперной палаткой я думаю отлично будет вот тут вот тоже место пустое конечно Крыму развиваться развиваться инфраструктуре развиваться еще но мест у нас для этого и потенциал вообще огромный просто огромный ну вот такой вот вид имеет поселок Рыбачье то есть кто любит комфортный отдых вот и буквально через 20 метров уже отдых практически дикарем но в центре цивилизации где есть вай-фай магазины банки то есть все что надо чебуреки столовая продукты то есть на скутерах очень много ездят оно и оно и понятно так что вот кто любит такой нешумный отдых в Рыбачку добро пожаловать Какой спрыг с моста Ну и все покидаем мы поселок Рыбачье и движемся дальше подъемы то есть тут так спуск 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 потом опа и заезд на холм на очередной и погнали пилить на горку судак 50 коктебель 82 а нам нужно как раз таки в коктебель оп не нормально мягенько ну все движемся дальше Рыбачье красота да тише ты так мы поймали со Стасом перегрев непонятно с чего то есть еду еду потом просто и все смотрим да итак мы опустили иглу на одно деление то есть теперь игла стоит под центру и отрегулировали заново холостой ход то есть примерно так как надо ну вот посмотрим теперь как он будет по этим горам всем ехать ну пока едет а там сейчас будет видно да погодка отличная ну что же пока вроде едет посмотрим уже как говорится быстрее чем в прошлый раз да Стас тут за нами целая вереница машин на подъем накопилось красоты просторы да вот они крымские дорожки и вот у нас подъем на очередной холмик пейзаж уже ландшафт уже поменялся уже такие холмы пологие более пошли горы уже так потихонечку гряда уже прерывает прерываться начинает изредка вот такие виды уже здесь вот такое вот такая обзирвация отсюда открывается прекраснейшая о виноградники в самом вообще просто вон виноградники 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 там вообще на склоне на невероятном просто все снимают все снимают ты видел Стас так куда это мы въезжаем что тут написано совхоз морской а совхоз завод понятно вина еще один пляжик бухточка такая небольшая он тоже с кемперами народ отдыхает все пляжик закончился здесь для любителей совсем дикого отдыха магазинов нет цивилизации нет и народу мало можно уединиться чем кайф красота итак мы отпилили 60 км до морского и сейчас мы остановимся где-нибудь и уточним точно ли нельзя но я вижу что нельзя да да поедем по трассе дальше до судака ну посмотрим на морское да так что те кто стояли там на пляже они тоже вот в 5 минутах от цивилизации всего-то вон белорусы едут ну прикольно вон место для кемпинга можно прикольно да тут мы конечно нигде не пролезем а нам надо вот за эту гору не не поедем будем объезжать красота вот кемпинг прямо вообще пожалуйста обалдеть красота кемпинг кемпинг на кемпинге красотища ну вот в общем-то скажем так мы скоро подъезжаем к судаку еще километров 20 вот это вот ребята конечно вообще просто это класс класс 헤 а а а а а а а а а Продолжение следует...